Ты их лица видел? Да это же сборище зайков! Могу поспорить, что они всегда побеждали нечестным путём. Здарова, братаны, вы на канале Дивплей, меня зовут Евгений, и сегодня мы будем продолжать проходить иной мер. Погнали. То есть, по-твоему, легче потом обвинять её? А обвинять её в том, что она не сдержала своё обещание? Винить её в том, что ты испугался взять на себя ответственность за её жизнь? Думаешь, что пионер просто так тебя предупредил? Наверняка на то была какая-либо причина. Ты же сам говоришь, что всё здесь под его властью. Значит, он знает, что ты можешь её уберечь от смерти. Он сказал, что она уже здесь. Ты даже не знаешь, кто а та она, а уже очкуешь. Тебе хорошо говорить, ты сидишь там и в хуй не дуешь. Тебе похуй. Если бы я мог, то я бы первый тебе поебал и дал бы. Силёнок-то хватило бы, а? Уж поверь мне. Замолчите нахрен. Прервал их Вова. Пока мы тут срёмся, они могут быть в опасности. Нужно что-то сделать. Для начала нужно их найти. Кого найти? Куда вы без нас собираетесь? Они сзади. Тихо сказал он. Ага. Ну вот, а вы панику развели. Ты про что? Да не, забудьте. Мы тут о своём. Ммм, секретики. Приобнял Вову, сказала Оля. Да не то чтобы. Не, никаких секретов. Всё хорошо. Вы лучше скажите, где вы были? Кстати, точно. Мы в столовой были. Да. Что-то мы вас там не видели. Ну, народу-то много, мы вас тоже не видели. Значит, Вован просто слеп. Походу. Вы же не были на линейке. И чё? Значит, вы не знаете, что сегодня экзамен. Чё, блядь? Да, экзамен отрядов. Чё ещё за экзамен? Да, о чём вы? Из города пришёл приказ. Провести средств знаний пионеров. И проведут его в виде экзамена. Будут выбраны несколько отрядов. Случайным образом. И по их результатам будет оцениваться лагерь. Вот так вот. Дичь. Не говорю. И когда он начнётся? Сегодня. Сегодня. В один голос ответили они. Чего? А какие вот отряды участвуют уже известно? Пока что нет. Через полчаса будет линейка. Там и скажут. Понятно А это первый такой экзамен? Нет, но каждый раз он разный В прошлый раз он был письменным А два года назад практическим Это зависит от руководства Они присылают регламент проведения Ясно А по сколько отрядов участвуют? Тоже по-разному В любом случае нам нужно готовиться Да, но ты даже не знаешь к чему готовиться Тоже, блять, верно Но морально настроиться все равно нужно А что будет, если мы не сдадим? Хороший вопрос Рейтинг лагеря упадет А нам-то че от этого? Мы здесь первый и последний раз И правда Но даже не думайте провалить экзамен Если наш отряд будет принимать участие С заметной одержимостью Сказала Наташа Ну вот тебе и стимул Завалишь и расстроишь Наташу Ну да Вова молча стоял и слушал А ты что скажешь? Обратилась она к Вове Я сдам И у нашего отряда должен быть самый высокий бал Ого Да Вовик загорелся В натуре Тогда давайте уделаем нос Всем отрядам и станем лучшими Хороший настрой, ребята Ольга Дмитриевна уже пришла на площадь Постройтесь, пожалуйста А что, уже полчаса прошло? Ага Нихуя себе Быстро же время летит Уже вся площадь была забита пионерами Седьмой отряд тоже был в полном сборе Все построились как обычно Ольга Дмитриевна начала говорить Как вам всем известно Сегодня будет проводиться экзамен И по регламенту В нем должно участвовать Четыре отряда По итогам жеребьевки Мы выбрали следующие отряды Для участия Это восьмой отряд Третий отряд Седьмой отряд И четвертый отряд Попрошу остальных Не расходиться А послушать до конца Экзамен будет проходить В следующей форме Отряды участвуют В полном составе Отмазаться уже Отмазаться уже не выйдет Проходить он будет За пределами лагеря Это будет практический экзамен Который будет проверять Ваши навыки пионеру Задача такова Иметь больше всех очков На момент окончания экзамена Это как соревнование Где отряд Это команда Вы отправитесь в лес На сорок восемь часов По истечению выделенного времени Экзамен считается завершенным До самого конца смены Выходит так Вам выдадут начальный инвентарь А именно Три палатки Десять литров воды Предметы гигиены Мыло Зубные щетки Зубной порошок Какое нахуй мыло У них воды болеть не будет Каждый отряд В начале имеет По триста очков Эти очки Можно набрать И потерять В каждом отряде Выбирается капитан Капитану Выдается Жетон лидера Интересно Теперь подробнее Про очки На очки Вы можете заранее Приобрести Необходимый вам Инвентарь Либо отказаться От этого И сохранить Свои очки Каталог с инвентарем Вы получите Чуть позже Так как В каждом отряде Отряде Имеется капитан На момент Окончания Экзамена Вам Будет предложено Отгадать капитана Других отрядов Если вы Отгадываете Капитана То получаете Пятьдесят очков Если Но если Вы ошибаетесь То пятьдесят очков Спешут С вашего счета Также Если Вашего капитана Угадают То из вас Также снимут Пятьдесят очков Так что Это большой риск Значит Своего капитана Нужно скрывать И следить За другими Отрядами Если Нашего капитана Отгадает Каждая команда То это Блять Минус сто пятьдесят очков Даже если Мы отгдаем Всех То смысла От этого Не будет Поэтому В приоритете Скрывать Своего капитана Но За большой риск Полагается Хорошая награда Далее В лесу Мы разместили Несколько Стоянок Точное Точное Количество Не указано Так Отряды Могут Занимать Только Свободные Стоянки Чтобы Ее Занять Капитан Отряда Должен Опустить Свой Жетон В Специальный Приемник С Этого Момента Начнется Отчет Таймера Отчет Длится Пять Часов Владеть Стоянкой Может Только Один Отряд По Истечению Этого Времени Отряд Чей жетон Там Находился Получает Двадцать Очков Если Держать Одну Стоянку То Максимум Можно Получить Сто Восемьдесят Очков Жетон Возвращается Капитану А стоянка Снова Становится Свободной После Чего Ее Можно Снова Можно Занять Опустил В приемник Жетон Лидера Это Все Что Касалось Набора Очков Теперь О Их Потери Само Собой Нужно Соблюдать Дисциплину Поэтому Если Будут Замечены Стычки Физического Характера То С команды Которая Нарушила Это Правило Будут Списаны Все Очки А Отряд Дисквалифицирует Также Если Участник Одного Из Отряд Выбывает То Отряд Теряет 50 Очков И Неважно По Какой Причине Будь То Болезнь Или Собственная Неосторожность Очки Снимаются Из-за Загрязнения Леса За Оставленный Там Мусор И Так Далее На Экзамене Вы Должны Показать Лучшие Результаты Когда Он Закончится Ваши Результаты Будут Олицетворять Бал Лагеря Так Что Постарайтесь И Не Опозорьте Нож Савенок На Этом Все Все В Свободном В итоге Если Мы Не Спалим Нашего Капитана Продержим Одну Стоянку И Отгадаем Других Лидеров То Максимум Можно Набрать 630 Очков Немного Ли Хочешь Я Просто Перекидываю Отряды Участники С Вами Встречаемся Около Ворот Лагеря Через Час Все Начали Расходиться Это Смотря Сколько Стоянок А Вдруг Их 8 Тогда Еще Больше Очков Получим Это Стратегия Одно Неверное Решение И Можно Вообще Без Очков Остаться Я Знаю Сколько Человек В Отряде Вообще Везде Одинаково Значит У нас Я Вован Оля Наташа Женя Аня Ульяна И Кристина 8 человек Значит В остальных Отрядах Тоже По 8 В это Время Наташа Подошла К Артему Ну что Готов Конечно Женя Не будет Участвовать Она Заболела Теперь Нас Семеро Ну Счастья Ей Там Здоровья Любви Радости Удачи Ну Какой У нас План Кто Капитан По Моему Все Так Ясно Да Наташа Будет Капитаном Я Не Против Решено А у Других Спрашивать Будем Их Мнений Не Нужно Ну Тогда Чем Займемся До Экзамена Можно Просто Отдохнуть Мне Нравится Твоя Идея Сказал Артем И Сел На Скамейку Ну А мы Тогда Пойдем Подготовимся Ага Вова Сел Рядом С Артемом Вам Не Кажется Что Именно В лесу Будет Происходить То О Чем Говорил Пионер Не Знаю Но Нужно Быть На Чеку С Согласен Надеюсь Что Пионер Расскажет Все Как мы сюда попали Зачем это происходит Как нам вернуться И что с нашими телами Он Должен Если он Действительно Желает Добра Уви Увидим Они Достали По сигарете И Одновременно Закурили Все Оставшееся Время Они Молча Сидели Будто В последний Раз Наслаждаясь Свежим Воздухом Прошел Час Все Отряды Как и должны Были Собрались Около Ворот Проведя Перекличку Вожатые Повели Их По дороге Шли Они Около Получаса Солнце Спряталось За облака А ветер Утих Бля А я думал Там что-то было Наконец Дойдя До места Все Свернули В лес Не Заходя Слишком Далеко Все отряда Построили И снова Зачитали Регламент Выдали Перечень Инвентаря За очки Разбили Администрационный Лагерь Он играл Роль штаба Если Участник Хотел Сняться С экзамена То ему Нужно Было Прийти Сюда Написать Заявление И ждать Конца Экзамена Зарегистрировали Капитанов В целях Конспирации Капитанов Регистрировали В шатре В присутствии Всего Отряда Так Администрация Минимализировала Возможность Узнать Капитана До начала Экзамена Когда Все было Готово Отрядам Дали 30 минут На подготовку Проверку Инвентаря И так Далее Тема же Стоял И рассматривал Перечень Инвентаря Который Можно Приобрести За очки Зажигалка Палатка Нам и так Три дадут Типа Чтоб В каждой По два Человека Жила Типа Как В домиках Это Для комфорта Дальше Биотуалет Я полагаю Что это Для девочек Типа Негоже Леди Срать В ямку Типа 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 Нож Вот Это Полезно Но Дорого Фонарь Не особо Нужен Мы Ночью Спать Будем А на крайний Случай У меня Мобила Есть Спальники Тоже Ради Комфорта И тоже Жутко Дорого Средства От Насекомых Дым От Костра Самая Лучшее Средство Плащи Палатки Есть Для этого Я смотрю Ты решительно Настроен На победу Да Чисто Спортивный Интерес А еще Хочу Утереть Нос Вон Тому Челу Тема Показал В сторону Третьего Отряда Ебальник Меня Его Бесят Так Надо Сдать Этот Листок Ольге Артем Отправился В шатер Своего Отряда Сдав Бумагу Он Вышел Обратно К нему Подбежала Наташа Тема А ты не знаешь У кого Листок С инвентарем Я его Уже Сдал Там Ничего Интересного Понятно Ну хорошо У нас Есть Еще Десять Минут Потом Пойду Пока Всех Соберу Хорошо Давай Помнишь Что Наташа Рассказывала Пока мы Шли сюда Ты про Третий Отряд Да Она Говорила Что они Очень Мощные Они Всегда Ей Во всем Лучшие У них Блять Даже Эмблема Жуткая Ага Непобедимый Третий Отряд Ты их Лица Видел Да Это же Сборище Заков Могу Поспорить Что они Всегда Побеждали Нечестным Путем Я К этому И веду Не боишься За то Что они И здесь Что-то Намотят Успокойся Все Будет Нормально Уверен Да У меня Уже Есть План Всем Построиться С этого Момента Экзамен Считается Начатым У вас Есть Ровно 48 часов Об Окончании Экзамена Вас Оповестит Горн Всем Удачи Тогда Все Отряды Пошли Вглубь Леса В Поисках Места Для Установки Палаток Наверное Наш Отряд Блуждал Дольше Всех Мы Шатались По лесу Около Трех Часов Пока Не Нашли Опушку На ней Мы Решили Остановиться Тут Как раз Находилась Стоянка Мы Сразу Заняли Ее Окружав Наташу Которая Опустила В приемник Свой Жетон Мы Свели На Минимум Возможность Опознать Нашего Капитана Мы Поставили Палатки И Разожгли Костер Кто-то Отправился За дровами Кто-то За водой А мы С Вовой Пошли Искать Еду В наших Лесах Кроме Животных Есть Особо Нечего Поэтому Мы Стали Собирать Яблоки Благо Яблонь Было Много Собрав Как Можно Больше Мы Вернулись В наш Лагерь Все Сидели Около Костра Рядом С ними Была Какая-то Девочка Че Оказалось Ее Нашли Аня С Ульяной Пока Искали Воду Она Сидела На земле Облокотившись На дерево Лицо Ее Было В синяках И Порезах Когда Они Ее Увидели Они Не Смогли Ее Бросить И Привели В Наш Лагерь А Че Это За Девочка Мы Узнаем Уже В Следующий Раз Сегодня На Этом Все Всем Спасибо За Просмотр И Всем Пока Продолжение следует